Здравствуйте друзья! Голосование на моем телеграм-канале, кстати кто еще не присоединился, ссылка в описании, показало наличие интереса к теме локальной интеграции в Home Assistant Wi-Fi устройств Tuya Smart. Отличием от штатной интеграции Tuya Smart, которая уже есть в Home Assistant, локальная позволяет управлять устройствами напрямую и никак не зависеть ни от интернета, ни от качества связи с китайскими облаками. По аналогии с устройствами Xiaomi, которые для подключения требуют специальный токен ключи, у устройств Tuya Smart также есть специальные Local Key, и их извлечение одна из главных задач для интеграции этих устройств. Для извлечения Local Key существует несколько методов, и в этом уроке я рассмотрю один из наиболее легких и легко повторимых. Напоминаю, что все ссылки и команды, показанные в этом уроке, вы можете найти в текстовом файле, ссылка в описании. В первую очередь нам нужно зарегистрироваться на платформе для разработчиков IOT Tuya.com. Регистрация бесплатная и несложная. Указываем почту, придумываем пароль, название компании и указываем регион. Регистрацию подтверждаем кодом полученным на указанный email. Теперь можно войти в аккаунт. Нам нужен раздел Cloud Development. Тут нажимаем попробовать бесплатно, и создаем новый проект. Название и описание придумываем что-нибудь свое. Выбираем какую-нибудь платформу. Проект имеет два ключа клиентский и секретный, дальше они нам пригодятся. А теперь мы идем в раздел управления устройствами, где нам надо подключить наши гаджеты из аккаунта Tuya Smart. Нажимаем добавить аккаунт, после чего платформа генерирует QR-код. Теперь запускаем на телефоне приложение Tuya Smart, переходим в меню профиль. В правом верхнем углу кнопка запуска сканера QR-кодов. Считываем с экрана код и разрешаем авторизацию стороннему аккаунту. Его строка появится в списке вместе с количеством подключенных устройств, у меня их 5. Посмотреть их можно в списке устройств, только нужно выбрать свой регион, у меня Европа. Для того чтобы при получении ключей устройств не выбивало ошибку, нужно перейти в раздел API Group. Тут нужно включить три опции, Authorization Management, Device Management и Device Control. Причину пишем от фонаря, но более-менее вменяемую. Статус должен измениться на открыто. Дальнейшее действие происходит в консоли, т.е. командной строке одноплатника с Home Assistant, у меня это Raspberry Pi. Для начала, и пусть это будет хорошей привычкой перед установкой каких-либо приложений, обновимся. Список пакетов, а затем и сами пакеты. Необходимо установить пакет NPM. Это менеджер пакетов, который нам нужен для установки приложения для получения Local Key. Он тянет за собой внушительный список зависимостей, но места занимает немного. Теперь уже с его помощью ставим пакет для извлечения локальных ключей Tuya Smart. У меня он немножко поругался на версию Node.js, но в данном случае это роли не играет. И теперь при помощи этого пакета можно приступить к извлечению ключей. Запускаем его. Первые два ID берем из созданного нами проекта. Сначала ID доступа, а потом из секретной ID. Последним запрашивается ID конкретного устройства. Переходим в список устройств и копируем его у одного из ваших гаджетов. Результатом будет список всех ваших Tuya устройств с ID и локальными ключами. Первым идет ID, вторым Local Key. Сохраняем их где-нибудь у себя. Ключи у нас есть. Теперь время установить специальную интеграцию, которая называется Local Tuya. Проще всего сделать это через Haxx. Переходим в раздел интеграций. В меню выбираем кастомные репозитории и вставляем ссылку на него. Категория интеграции. Ждем пока новая интеграция появится. Теперь устанавливаем ее. После установки нужно проверить конфигурацию и перезагрузить Instant, чтобы приступить к добавлению новых устройств. Теперь переходим в раздел настройки интеграции. Нажимаем добавить и ищем Local Tuya. Интеграция ищет доступные устройства в локальной сети. Находит их всех с IP адресами и ID. Добавим потолочный светильник. Имя устройства и Local Key нужно добавить вручную, остальное заполняется автоматически. Далее выбираем класс устройства. Следующее окно это заполнение свойств устройства. Тут есть выпадающее меню с тем, что интеграция подтянула. Здесь можно проэкспериментировать, все поля можно в любой момент поменять. Дальше оставляем галочку не добавлять новые сущности и можем выбрать локацию для устройства. У нас появилось новое устройство домена Light. Оно управляет потолочным Wi-Fi светильником Tuya Smart. Интернет для этого не нужен. Посмотрим свойства новой сущности. Для проверки корректности работы добавим ее в карточку Low Lace. Тут можно протестировать настройки яркости и цветовой температуры. Видно, что что-то настроено некорректно, так как изменение яркости тянет за собой температуру. Возвращаемся в интеграции и запускаемся в настройки. Параметры устройства корректны, идем дальше. Видим, что параметры для яркости и цветовой температуры одинаковы. Меняем параметры для температуры и сохраняем. После этого возвращаемся и проверяем, соответствуют ли изменения в интерфейсе реальным изменениям работы светильника. Сейчас все нормально. Сразу должен предупредить, что не все огромное многообразие устройств Tuya Smart будет поддерживаться этой интеграцией. Однако все самые распространенные типы, такие как светильники, розетки, вроде как и моторы для штор, они будут поддерживаться. В своих дальнейших обзорах таких устройств я буду обязательно проверять совместимость. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также голосовалки, кроме этого, купоны и акции на товары умного дома, вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok